Приветствую всех! Сегодня будем готовить такое блюдо, которое называется яичница по-флотски. Казалось бы, ничего сложного, все очень просто, но некоторые об этом блюде не знают. Вот у меня была девушка, ей было что-то там 27 лет, она дожила до 27 лет, она не знает, что такое яичница по-флотски. Она говорит, я знаю, что такое макароны по-флотски, но я не знаю, что такое яичница по-флотски. Я такой, окей. Ну, типа, возможно, среди моих зрителей есть такие люди, которые не знают, что такое яичница по-флотски. Ну, или готовят ее как-то по-другому. Напишите, кстати, если ваш рецепт будет отличаться от моего Напишите обязательно в комментариях Может быть, ваш рецепт окажется вкуснее И я его приготовлю Вообще, почему сегодня именно яичница по-флотски А не то секретное блюдо, которое я недавно придумал Да все просто, потому что у меня помидорки стали портиться Видите, они подгнивать начали Мягкие всякие разные Короче, я решил, пущу-ка я их на яичницу В общем, у меня чеснок, перец чили Укроп, лук зеленый, лук репчатый Помидоры и яйца от китайца Начинаем приготовление яичницы по-флотски Начинаем с того, что берем кусок сливочного масла И отправляем его в сковороду На нем мы будем жарить овощи Как вы знаете, я не использую для обжарки растительное масло Поэтому сливочное Если хотите, так же можете жарить на любых животных жирах Ну, как, например, Стас Аскет жарит на смальце Можете на сале пожарить яичницу, кстати Хотя яичница по-флотски делается вообще без мяса, насколько я знаю Дальше идет лук-лучок Эх, лук-лучок! Итак, лучок нарезан полукольцами Масло, как видите, растопилось в сковороде Пихаем сюда лук Вот так раздалбливаем лук И отправляем его на конфорку Продолжаем заниматься помидорами Итак, с помидорами мы закончили Но я не спешу их отправлять в сковородку Потому что в сковородке лучок еще немножко не поджарился Ждем еще чуть-чуть, еще немножко Хотя, в принципе, как он начал уже коричневеть, золотиться То есть его не нужно обжаривать до хрусткости Лучок должен быть такой полупрозрачный Я даже, наверное, чуть-чуть передержал все-таки Увлекся помидорами, так сказать Поэтому Закидываем прямо сюда сразу сейчас помидоры Вместе со всей жижей, шкурой и всем остальным Ну, не забудьте их, конечно, помыть перед использованием Опа, готово Теперь мы это все дело перемешиваем И снова отправляем на конфорку Дальше я использую чили-перец В оригинальном рецепте нет Ну, как оригинальный рецепт Я, на самом деле, рецепт этот взял Мама мне постоянно Ну, как постоянно Периодически в детстве готовила это блюдо Собственно, я взял за основу это Но добавил сюда чеснок Добавил сюда чили-перец А так это, ну, оригинал Вот, я люблю поострее Поэтому чили-перчик, хреначем Не забываем помешивать наше блюдо Чтоб во время приготовления ничего не пригорело Но пока здесь вода от помидоров и лука не выпарилась еще Оно еще, по идее, не пригорит Но уже скоро сюда будем вбивать яйца Еще немножко, еще чуть-чуть Буквально вот чеснок дорежем И отправим сюда яйца У нас всего тут три зубчика чеснока Вмешиваем чеснок Ох, сразу моментально пошел запах Как только чеснок попал на горячие помидоры Запах стал раскрываться сразу Замечательно, потрясающе Так, теперь нужно что сделать? Нужно немножко подсолить Обычно просто щепотку соли Теперь пришло время разбить яйца Куриные Вот у нас получается такая замечательная яйца И теперь отравляем ее на конфорку Желтки я пока не разбиваю Я подожду, пока белок более-менее схватится И после этого я расхреначу желтки Чтобы они такие были полужидкие Но слегка чуть-чуть подзапеклись То есть, нюансировка, балансировка такая будет Дальше зелень Ну, как иначе У меня уже лук стал Такой квелый Я его помыл Отодрал Отодрал Ставь лайк, если любишь, отодрал Короче, и, собственно, укроп Укроп мы обожаем, а укроп мана Укроп мана лучше вкусная еда вообще Езжи, а крошка, когда делаешь Картошка немножко, немножко укропа Вкусно пляться Короче, нарезаем Так, а теперь, как вы видите Наши яичницы по-плоски Белок схватился По краям Местами в центре Но здесь белок еще не схваченный Снизу местами иногда может уже начинать подгорать Лук с помидорами И чтобы этого не случилось Нужно немножко уменьшить огонь на плите Теперь просто разбиваем желтки Не сильно, а так, слегка Ну, чтобы они плавали просто повсеместно Видите, так, чтобы вот они везде были такие Желтки останутся полужидкими А белок немножко схватится еще Естественно, мы все это делаем под крышкой Ну и пока готовятся яичницы по-плоски Я сделать решил небольшой салатик Потому что у меня тоже оставались вот эти вот салатные листья И они стали запорчиваться Я такой думаю, что делать? Ну, используя их в салат В общем, в салате просто салатные листья В салате салатные листья Лук репчатый Пемидорки И немножко острого перца Заправка будет очень вкусная и интересная Ну да, давайте зелень еще хренадем сюда чуть-чуть Вот так вот Яичница по-плоски готова Ну, плюс-минус, плюс-минус готова Смотрим Да, она такая нежная, воздушная Вот желточек жидкий Вот он внутри То есть здесь сверху как бы корка А внутри он жидкий, видите? Все, оставляем ее вне плиты Посыпаем ее зеленью сразу же А, короче, вот так Заправку для салата, наверное, вы уже знаете Ну, не все, а кто смотрит мои кулинарные блоги Тот знает, что я люблю заправку делать так Горчичка Горчичка Переборщил, наверное, с горчицей Потому что здесь Овощей-то нифига Ну, типа, это листья салата они Потом добавляю все щепотку сахара Так, естественно, соль в салат Ну, как иначе И руками это все нахрен жмакаем И малеха растительного масла Ну, где-то там Столовую ложку Полторы-две И все перемешиваем Да-да, руками А вы еще думали? Думали, я шучу, прикалываюсь? Не, на самом деле просто Изначально нужно было смешать горчицу Сахар, соль, масло Вот эти все ингредиенты Можно паприки копченой добавить Смешать И потом сюда только добавлять все остальное И перемешивать легко и просто Но я уже, конечно Сперва овощей наложил Теперь приходится извращаться, изгаляться С этим совсем Взмешивать сюда сахар и соль И все остальное Но какая разница? Это все равно будет вкусно Какая разница? Член 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 Какая разница, чем перемешиваешь? Главное, не членом Ну в общем вкусно, все Кушать подданно, садитесь жрать, пожалуйста Фух, хозяюшка упарилась Короче, ставь лайк, если тоже жрешь Ой Если тоже ешь А, похуй Если тоже жрешь деревянной ложкой со сковородки Чтобы не поцарапать Ну-ка, попробуем Давненько я делаю шнезу по-флотски В этом году, по-моему, ни разу Вкусно С острым перцем О, хорошо Это я понимаю летний завтрак Ну как завтрак? Ну да, завтрак И что самое интересное Это чисто вегетарианское блюдо Здесь нет никакого ни мяса Ни курицы Ни рыбы Вкусняшка, да и только Не сыро Хотя сыр, по-моему, вегетарианская еда От соли не хватает маленько Но соль надо меньше есть Кухна И вот такая сковородка Из шести яиц Это на пару раз Типа позавтракал, пообедал Ну, понятное дело, с хлебом С салатом, с каким-нибудь Опять же Вот некоторые из доставок себе заказывают А кто вам в доставке приготовит яичницу по-флотски? Никто? Соли не хватает все равно Как бы то ни было, хоть я и много не солю Все расчищается Нехватка Ну, естественно, нехватка Я же посолил Тупо забыл, короче Я же посолил лук с помидорами Но при этом я не посолил яйца То есть я взял соли Ровно столько, чтобы В меру был солен лук с помидорами А я еще вообще не солил Вот правильно Вообще соли надо меньше жрать, знаете Меньше соли Ой Ну, прикольно Чего я только в детстве не готовил Если бы вы знали Мне, на реле, тогда было 12-13 Сестра маленькая была И года 2-3, наверное, было Такая телепается маленькая на кухне А я тут уже вовсю Духовку раскочегарил Делал макаронный пирог Такая была железная сковородка большая Я варил вермишель Ну, 90-е года Жили плохо-бедно В этом плане вообще Хорошо бабушка из деревни Продуктами помогала До сих пор помогает Видите Салатные листья, там зелень всякая Вот И Сметана, яйца была у нее Вот она Скотину держала Помогала Я сварю макаронов Лапши какой-нибудь Ну, типа шпагетти Отварю их В сковородку натолкаю Посолю Яйца вареные вкрутую Там 5-6 яиц Ну, сковородка по диаметру такая же Но повыше еще на сантиметр Яиц вареных нарежу кубиками Наложу сверху Сверху макаронов яйца вареные Еще посолю это Потом сметаной залью Это деревенская Не залью, а зашпаклюю Потому что она такая густая Она как масло Это сметана Она густейшая В ней ложку можно погнуть Когда ты сметану достаешь Вот Все это сметану я еще сверху выложу И в духовку уже это И это в духовке запекается стоит Такая запеканка была Пудинг такой из этого Из макаронов был У меня и брюхо тогда было Пузо какое было большое Молода толстая Помню, сестре пеленки гладил Зима Что-то отопление хорошее было Жарко У меня живот над столом Весь свисает, прикиньте И я утюгом глажу Ну и что-то у меня Черно-белый телевизор был В комнате я там смотрю Отвлекся И как прижег себе брюхо утюгом Подошвы утюга И там короче на пузе Вот такая коричневая полоска Потом через неделю еще раз Потом еще раз Вот так вот Несколько раз подряд за месяц У нас какой-то в школе осмотр был Медосмотр или что-то Я хер не помню уже И мне эта воспиталка Ну как ее это Медичка смотрит А что у тебя с животом? И говорит Ожоги от утюга Она как? Типа Что случилось? Как у тебя на животе Ожоги от утюга Несколько штук? Тя что пытают там? Короче мать школы вызвали Она говорит На этом пеленке сестре гладил Там там кино смотрит Там мультики Че какие Зазевается Приждет себе Я уже почти наелся А половину еще не съел Где-то четверть Наверное Или треть Перший знаете Красный Он прямо Мягко жгучий В это попадется Такой ядрен батон Знаете Думаешь И ешь И охренеть Как жжет А бывает Типа вообще почти Не жгучий А вот это Прямо такой В меру Мягкий Мягкий Приятный А особо Знаешь Что люблю Когда этот Стручковый перец Зеленый Не красный А именно зеленый Когда он неспелый Он тогда Очень ароматный Очень сочный Его великолепно В салаты класть У него такая Средняя острота У этого перца Получается И он очень ароматный В салате Это его Когда раскушиваешь Живешь И он Охрененно ароматный Лучше красного Тогда он Не зазалелый Сейчас поем Пойду сразу Сразу монтировать Буду ролик Смонтирую Залью его На ютуб Сразу Завтра Позлезавтра К нему доступ Открою Потому что Буквально там Вчера Позавчера Я ролик Залил Обзор этого Микрофона Там еще Просмотров Не набрал Предыдущий ролик По наушникам На КГ Тоже просмотров Не набрал Что-то вообще Херня какая-то С просмотрами Надо пореже Ролики делать А то просмотров Что-то нет Нифига И лайков мало Надо раз В две недели Выпускать один ролик Как раз будут Просмотры набираться Лайки И можно быть Следующие Выпускать А то раз в неделю Или даже два раза Три раза в неделю Это много слишком Потом Смонтирую ролик Залью его на канал Отдохну Музыку послушаю Посмотрю Что-нибудь На ютубчике Часов в семь Весера Ну и пораньше Можно будет Запустить стрим Зинглай 2 Постримить Купил пять штук Вот таких Воздушные зерна риса В сахарном сиропе Сухие завтраки Крупины Русский десерт 30 грамм Их было пять штук Я половинку съел Половинку у меня в холодильнике Лежит четыре штуки Вот осталось 36 рублей Светофори стоят Раньше это называлось Кукун Кукунак Кукуру Блять как ее Казинаки Из кукуру Сука как же они Казинаки из риса Или как-то так Ну по-моему Они были повкуснее Чуть-чуть Потому что Они были чуть-чуть темнее По цвету Они были посильнее Поджаристее У них был такой Какой-то семечковый вкус Такой слегка интересный А это такие Совсем не поджаристые Бледненькие Но тоже прикольно Давно их не ел Со школьных времен Наверное Пять штук 36 рублей Получается В среднем Одна штука Где-то Ну если бы я считать умел Я бы сказал Это нужно 36 разделить на 5 Если 36 разделить на 6 Это будет по 6 рублей А если на 5 Ну наверное По 7 рублей Плюс-минус Где-то так Ммм Вот Почавкал на видео Как вы любите Точнее не любите Я все хуесосю Всегда Когда мы с вами смотрим Видосы мукбанг Там кто-то чавкает Сегодня я вам мукбанг Показал Вот такой вот Я хитрожопый Приготовил И показал мукбанг Со всеми чавканьями Глотаниями Соплянями Короче Все то что мы с вами Мы обсираем Короче в видосах У других Сегодня здесь прозвучало Еще бы рыгнуть Для пол Пущей картины Как-нибудь Но не работает это Сегодня не работает Рыгачка Ладно Готовьте Яичницу по-флотски Пишите комментарии Ставьте лайки Больше просмотров Больше роликов Больше лайков Чаще видосы Увидимся на стриме Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok